И сегодня будет очень нудный видос про то, чем приходится заниматься за дни в день. Как бы спрашивают постоянно, чем мы тут занимаемся и почему так долго, да, почему так сложно. Ну вот смотрите, ребят, к примеру, стат-объект. Вот сейчас вот просто засечем время, сколько я буду настраивать последнюю часть стат-объекта. У него есть волюмы, эти волюмы мы уже заранее сделали, то есть уже кучу времени потратили на то, чтобы сделать волюмы в редакторе. Ну вот уже такой же только обработанный объект. И в общем в чем разница? Сейчас будем проверять для начала, да. Как бы объект с волюмами, простреливается, все работает. Так, нормально, нормально, да. Внутрь тоже можно стрелять. В этот объект смотрим. Да пехота никогда в него не побежит, потому что у него не настроен апстейк. И настроен апстейк, и даже вам больше скажу, она вообще туда не способна забегать. Этот объект уже более настроенный, более детально сюда. Пехота спокойно может забегать, проходить через этот туннель, и апстейк, как видите, работают. Плюс пехота понимает, что это, в принципе, террейн, да. То есть из них можно сделать мост, из них можно сделать туннель и так далее. Элементарнейший объект, которых, в общем-то, моет. А их там, ну, не тысячи, я не знаю, ну, реально, их несколько тысяч объектов в констракшен, да. То есть это огромный список, и там везде, вон, куча вкладок, да. Вот, это вот только новые конструкции, старые, там тоже дофигища в каждой вкладке построек. С каждой из этих построек приходится возить, с каким-то больше, с каким-то меньше. Вот это очень простая постройка, поэтому с ней я буду возиться немного. Но все равно засечем сейчас, да, вот осталась фактически финальная стадия, у нас все волюмы есть. Нам нужно сделать для нее террейн и, собственно, настроить абстейкл, чтобы было как у образца вот у этого. Сейчас, где мы тут? Вот такие вот, да, чтобы пехота проехать. Кстати, я не проверял, но... Да, в принципе. Хитрая химера, конечно, тебе сзади проще видеть. Ну, в принципе, химеры, вы тоже можете проползти, да. Ну, это наврезалось в край. У этот объект она не сможет участвовать, но, более того, смотрите. Сейчас ползнули, да. Здесь, как видите, стоят на полу, все нормально. Если мы перенесем этих парней сюда, они, ну, сами понимаете, видите, террейна нет. Вот. Ну что, засекаем, значит, время. Вот у меня уже все открыто, все заготовлено. Я даже скопировал нужные ресурсы, чтобы мне тут меньше париться. Вот. То есть, фактически минимум будет по времени потрачено на всю эту фигню. Сейчас сначала, значит, будем настраивать здесь ленд. Так. Первичная настройка ленда. У меня, может быть, плохо слышно, но у меня ребенок спит. Я сижу рядом и вот этим вот делом занимаюсь. Я его специально сейчас подсвечу, чтобы для меня понятно было, где он и как. Вот. Вот отлично. Видите, у меня какая-то текстура зелененькая. Я специально сделал, чтобы мне было легко ориентироваться. Так. Итого, нам, в принципе, надо из этого... Нам, наверное, два квадрата. Один мы сюда вот положим, другой здесь перекроем, чтобы по этому ленд уходили. Вот. Теперь у нас пока еще объект не проходим, но на паузе. Видите, да, единицы на ленде стоят, где ленда нет, они не понимают, что это такое. То есть, ленд потом будет прозрачный. Ну, то есть, его не будет видно так же, как и вот здесь. При этом он будет работать вот так. Да? Нам же нужно, чтобы они не на крыше отображались, а именно внутри. Так, этого пехотного туннеля. Так, ну что ж, погнали. Так, что нам с этим сделать надо? Так, центровка. Центровка, центровка. Кстати, а мне посмотрите, центровый, но не совсем. Я его немного подвинул. Вопрос, какая еще координата? Как бы заранее надо порядка на 10. Здесь не было вопросов. Сейчас узнаем, что это за координат. Люди не доделают здание, но портируют в игру, уже огромное спасибо, потому что портировал всю антуражку. Ну, или большую часть новой антуражки, это просто один гимн, больше никто им не помогал. Поэтому тут уж вопросов нет. Хоть как-то с портировал. Дальше уж с размерами это все мы разгребем. Пусть так. Так. Итого, значит, у нас здесь был минус. Сколько там был минус? Короче, нам нужно увеличить это минус. Где-то поставить тут 140. Как бы кому нужен перфекционист? Перфекционизм. А сейчас он нужен будет. Сейчас просто-напросто без него будет неудобно сделать симметричный абстейкл, который будет хорошо работать. Так. Хорошо. Ну, почти. Здесь кому-то непонятно, то я вот центрую по той ему обозначению в редакторе, который показывает гидибайз. Это вот эта темно-коричневая штучка, которая показывает вниз. Так, окей. Здесь интровку сделали. Теперь вот эту штуку центруем. Вот так вот проверим, куда эта координата ее сдвигает. Так, понятно. То есть нам, в принципе, нужно вот это как раз и прибавлять. Так. Ну, 45. Чтобы вы там не тешились, а я юзими, что я тут сижу целыми днями и занимаюсь какой-нибудь херней. Нет, на самом деле я очень даже люблю вот этим заниматься, но приходится. Если я хочу, чтобы мне было приятно играть, чтобы вам было потом приятно играть, чтобы мапперы сделать для меня компанию. И карта, я должен вот это все настроить. Так, хорошо. Центр мы нашли. Так, теперь, значит, разбираемся с лэнгом. Так. Теперь с лэнгом. Так. Он у нас уже чуть-чуть на что-то центрируем. Так, высота, я так полагаю, у него адекватная. Сейчас бросим параметры. Не нужны. Так. Ну, теперь вот. Да. Терен, в принципе, нормальный центр. Он его остался только сберет, сдвинуть вперед. Сдвигаем вперед. Наверное, тут этот координат, я так полагаю. Сейчас может оказаться, что совершенно мало и... Так, как назад занимается. Понятно. Ну, и вперед, это будет минус 20. Так, минус 20. Ну, давайте 4. Это при том, ребят, что у меня стоит SSD, как бы грузить все весьма быстро. Раньше вообще без SSD работал, и вся эта херня занимала очень много времени. И объект уже портированный в игру, тогда настраивать. Так, ну вот, вот, в общем-то так. Давайте сейчас посмотрим, есть такой вот апстейкл. Сейчас просто уберем апстейкл, чтобы нам было, ну, так сказать, ничего не мешало. Но нам все равно пригодится, мы из него потом сделаем нормальный. Сейчас проверим на проходимости, это все дело. Так, проверять будем нашим бравым пехотинцем. Так, ну вот. В общем-то, когда мы отключим текстуры этому делу, Маринас будет бегать здесь как положено. И все будет хорошо работано. Соответственно, он пока не может. А, тут апстейкл мешает, который у нас с того здания перекочевал. Так, хорошо. Автоматическую генерацию в стейке мы убрали, значит, теперь нам нужно второй ленд настроить. Правильно? Так. Так, это ленд 1, да? Вот ленд 2 будет. Так, и скорее всего, если это у нас вытянуто вперед, то так, наверное, это будет 2, так это, наверное, будет 4. Так, нам его меню нужно вперед выкорчевывать. Ну, поставим вот так. Вон у нас... А, там вообще центр. Сейчас посчитаемся. Так, ну вот, ребят. Значит, тут я немного перебрал. Ну, в общем-то, весьма неплохо вышло. Понятно, в общем-то, как. Троечка. Нулик. Так, и примерно, да, и примерно мы встанем, как нам надо. Так. Ну, значит, пробуем 3,5, да? Что-то среднее у нас между этими параметрами должно быть. С лендом тоже важно не переборщить, да? Потому что если эти туннели будут соединять, чтобы все удобно соединялось и не заезжало одно на ленд другого. Иначе все это будет плясать, скакать, как угодно, и будет, мягко говоря, некомфортно соединяться в процессе эксплуатации. Так, ну вот даже вижу, в принципе, куда он там. Это где-то вот так. Все делать приходится как бы на глаз, но на свободной камере я иногда делаю все буквально до миллиметра, который даже в упор не разъединишь. Так. Вот я думаю, мы просто сейчас это сдвинем. Сейчас проверим сначала, какая координата куда снигает. Вообще, кто-то написал на этом втором ленде. Блин, так мало изменим, что это не заметно. Вот, это при том, ребят, что такой туннель и прочие вот эти вот параметры я иногда в первый раз добываю и... Да что так мало-то? Ну давай сюда 8 напишем. Это вообще непонятно, как нам двигается. Вообще, это татт должна быть? А, нет. Это карта на вперед-назад точно. Это же я в том настраиваю вот это, наверное, так важно. Ну вот и ошибки такие тоже частично бывают. Привыкнешь по одним координатам настраивать, то вдруг я его почувствую с издвиг. Сейчас проверим по съединичу, как я думаю. Так, 0.5 значит. Ай, сейчас бы ошибку славил. Так, 0.5 значит. Так, ну вот, идеально. Land, собственно, у нас готов, да? Теперь, я думаю, мы можем это проверить. Да, на паузе повозить тут юнитами. Ну и, в общем-то, это все прекрасно будет работать, да? Так, теперь переходим ко второй части Медлезонского балета. А именно... Для начала возвращаем вену невидимую вид. Сейчас перезакрусим все нафиг и будем дальше вырезать волюмы и... Как бы... И настраивать, чтобы могла проехать, чтобы могли пехотинцы там бегать, чтобы техника смогла там проезжать. Ну, а это как бы туннель не для техники, но тем не менее. Тем не менее, туда и Лемон Рус можно запихнуть вдруг какой-то игрок в своем управлении решит проехать через эту штуку и удивить тамошних воюющих пехотинцев. Если вообще там будет какая-то перестрелка. По-моему, неплохой вариант. Да, кстати, если кому-то интересно, то я практически все свободное время сижу и занимаюсь подобной фигнёй. Ну, кому-то там, может, смешно, но сами жалуетесь, что тут непроходимо, там непроезжаемо, и всё не работает, всё очень криво, да? Вот сейчас, например, попробуем мы сюда заехать. Да? Что у нас будет? Бам. Ну, как видите, да? Во-первых, в этот объект, если мы въедем... Ну, вот мы уехали в столб. Он не отключился, он остался физически. Мы в него можем заехать. Мы тут можем развернуться. Мы тоже немного стены покинаем, конечно. Вот. Но, тем не менее, мы проехали. Этот объект вообще уже не физически стал. Он сломался. Хорошо, что он сломался. Как раз напомню, что ему нужно некоторые параметры подровнять. Так, а именно. Это не маленький объект, он не должен расцесс. Но здесь строился там. Так, всё отлично. В общем-то, нам этого пока хватит. Так, теперь вот чем мы будем заниматься. Так, нижняя воля, мы на, в принципе, теперь без нужды. Это четвёртый, третий, пятидесятый. Так, нет, сорта, четвёртый. Да, пятидесятый. Так, и пятнадцатый. Интересно. Вот. Обстейклы делаются проще, чем каждый из этих волюмов отдельных. То есть, у него всего две координаты для того, чтобы его двигать. Вот, смотрите. Вот абстейкл, да, вот. Центровка. Вот размеры. Это абстейкл. Вот, например, каждый волюм. Вот размеры каждой стороны. А вот это вот координаты, где он установлен. Да, вот эта кость, с которой он линкуется. То есть, огромная вот эта куча параметров и прочей херни. Это всё настраивалось вручную. Вот, благо мне с этим помог Макс. И с частью объектов он не часто помогает. Спасибо ему. Вот. Ну, тем не менее, чем-то самому приходится заниматься, потому что здесь вот неудобно немного настройка. И некоторые нюансы Макс мог не знать. Так, сейчас что мы делаем? Давайте, наверное, сначала сделаем абстейкл задней стенки, да? Чтобы у нас пехота понимала, где задняя стенка. Потом займёмся более сложными абстейклами, да? Так, у нас, наверное, будет где-то около 120 на 10. Я толщину стен там ставил. Так, центровка. Так, это обнуляем. У нас центрованный будет. И, ну, минус 80, наверное. Ещё навскидку делается первый раз, потом мы смотрим, что выходит. Вот. Ну, вот не туда сдвинем, да? Здесь не минус 80, а 80. Ну, кстати говоря, это получится даже 70. Вот. Это мы, ну, практически выставили. Ну, мне всё равно пока это не совсем нравится. Где-то 74. Объезжающие эти препятствия техники должно быть в итоге, в общем-то, тоже комфортно. Ну, ладно. Тут я ещё, может, добавлю наполнительных абстейкл. Так, сейчас пока про пехоте проверим. Давайте этот ответ сюда перенесём. Пересохранимся. Так, вот пехота нигде укрытие не находит. Она, само собой, находит укрытие только рядом с препятствием. Так, блин, зачем я их положил? Ну, ладно. Сейчас. Подсветку силуэтов тоже выключим. Вот. Отлично. Это препятствие они обнаружили. Это они понимают, как этим пользоваться, как за этим прятаться. Хорошо. Внутрь. Сейчас проверим, заодно весь ленд. Ну, по ленду тоже всё в порядке, да? Вот. Если мы, как бы, хотим в этом ещё больше убедиться, то можно сделать вот так. Вот. Видите? Как бы ленд сверху. Всё положено, как положено. Вместе с объектом. Та стенка у нас как укрытие. Вот. Всё работает. Перезагрузим. Теперь перезагрузим. Сейчас давайте с абстейком сначала завершим. Так. Теперь сразу соображаем. Что у нас здесь как должно быть? Наверное, это надо до конца выставить. Так. Он не 120 получается. Где-то 124. Второй-то домбирушек не мешал, пока не маячил. 124. При этом толщина... Ну, сейчас с первым сравним. Сколько я тут делал толщиной стенки? Толщина стенки получилась там 17. Может быть, это и оправданно. Но у нас 10, видимо, не хватало. Лучше всё-таки поудобнее у вас тут делать. А иначе у вас будут потом проблемы, когда техника объезжает, задевает углом, там падает и так далее. Происходит всякая нелепая фигня. Так скажем. Так. Ну, это почти уже как надо. Почему-то сами волюмы не совсем совпадают. Но это ладно. Это мы сейчас сможем откорректировать. Какой-то из блоков не центрирован. Они у нас вообще входили в основное меш, а они у нас внешне входили. Поэтому, наверное, такая фигня и получилась. Ну, ладно. Сейчас, надо будет для них, наверное, высчитать. Сколько? А, мы его по изменённым координатам сдвигали. А, нет, тут один к одному. 130. Так, проще, наверное, найти где-нибудь в паке и посмотреть сходные координаты. От них взять минус и высчитать. Ну, ребята, это даже к плюсу, что у нас есть какие-то тоже проблемы. Так, ладно, это надо. Так, я его сначала возьму. Сколько тут всего. Так, создадим миру. На всякий случай, вдруг там чё-нибудь нечаянно по клавишам заденешь, и оно испортится. Такое часто бывает, поэтому я всегда страхую себя как-то. Так, вот у нас были начальные координаты. Так, отлично. Значит, и вот что у нас было с начальными координатами. Так. По первой координате у нас, значит, что произошло. Мы тут минус 7, да, получается? По первой координате минус 7. Так, ладно, мы не трогаем. Это начинаем. Так, минус 7. Там будет Так, минус 1,5, да? Минус 1,5. Блок 3. Минус 7,31. Минус 2. Блок 4. Так, по второй координате у нас тут сильные изменения. Второй координате плюс 4 получается. Плюс 4 по второй координате. А, вот здесь четвёрка. 199. А, стоп. Так, плюс 4. Плюс 4. 34. Так, сейчас перезагрузим. И сейчас, надеюсь, мы эти воли мы все... Ну, кость воли их на место вернём. А, не по всем это координатам сошлось. Не, ну вот эти сошлись. Эти не сошлись. Давайте сейчас узнаем, что я ищу. Вручную их перетащим, как они были. Последняя координата, она вроде бы сотная. А, ну, изначальный был размер такой. Ну, 29 попробуем здесь. Вот, видите, и довольны, мы тоже дошли. Тоже, как раз, здесь надо подровнять что-то. Кстати, на том соседнем объекте я вроде не делал это. Там как-то повезло. Так. Окей. Окей. Так, наверное, даже... Ещё чуть побольше. Куда-то мы с вами встанут. Так, 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 хорошо. Блок 2. Вперёд, наверное. Почему 207? Я так не понимаю, куда такой живный сдик. Напишем здесь то, что будет-то. Вешеные координаты какие-то. Ага, вот он где. Так, абыли здесь 207. Ставим 200. Сейчас посмотрим, куда она перейдёт. Так, вот 200 нам как надо. А, ну вот здесь можно ещё подтянуть. Так, окей. У нас 30. У нас 31. Вот так вот. Вот, теперь этим можно быть довольным. Так, центральный блок. Куда-то он съехал у нас или нет? Так, центральный блок. Так, да по-моему он, хотя ненемного переборка съехал. Центральный блок. Так, смотрим это он или не он. Так, а это перед ней рамка. И вот тоже сейчас подкорректируем. Если кому непонятно почему так, то вот смотрите, блок 3. И вот, сейчас мы найдём. Вот пачка вольмов, которая к ней присоединена. Опять же, всё выведено вручную. Так, блок 3 у нас. Что он там требует? Так, смещение от центра. Почему здесь смещение в эту сторону? А, ну собственно, в волюмах же тоже есть координаты, видимо, нельзя это. Так, не в том. Может и правда уже. Нужно просто отцентровать. Так, ну вот это уже лучше. Даже я бы оставил минус 1. Упс. Внимательно. Так. Ну окей. Более-менее это годно. Так, это тоже годно. Центр мне не нравится. Это, наверное, блок 4. Сейчас мы его проверим. Чтобы у нас не было тут косяков. Так, момент. Сколько на это был? Денег сработал. Сейчас полчаса на работу. На смену выходить. Так, это мы прибавили. Итого где-то нам надо было такие координаты. все этой части. Так. Так, так, так. И что, я даже попал? Ну какой я красавчик. Ну, почти. Чуть, наверное, идеальнее будет вот так. Все-таки делать каждый объект нормально один раз. Ну, вот мы выяснили, что это между, значит, это вот так. Так. Что теперь нам надо сделать? Так, теперь нам надо вычислить, какие воли мы относятся к полу. Это 4, 3, 50 для начала. Так. Потому что они нам не нужны совершенно. У нас там ленд. Так. Но мы их удалять не будем. Мы их просто заскроем. Так. 4, 3, что там сказал? 50 для начала. А? 4, 3. Так, ну, мы лично предполагаем, что он должен быть в самом конце. Так. 4, 3, 5, 10. 34 и 15. 34. 34. 19. Так, хорошо. Проверяем, что у нас получилось. Так, у нас остался порожек. 42-й. 23-й. 42-й, 23-й. 42-й. Порожки нам тоже не нужны. У нас есть там ленд. Порожки нам тоже не нужны. Пусть сказал 42-й или 23-й. 23-й. Так. Итого. Мы это пока вырубаем. У нас абстейклов там нормальных нет. Но все иные. Айхи. Давай, давай. Так. Голи ему работать как надо. Внутрь мы здание простреливаем. Точина у него небольшая, поэтому анти-лазер его тоже простреливает. Так. Поезжаем как-то насквозь. Что-то неправильно. Так. Соответственно, где-то остался воля. То есть, когда воля мы сделаем неправильно, и они касаются техники, она может в них влежать. И вот так мне легко себя вести. Там, скажем, заморозно. Так. Так. Ну, это у нас бортовые волюмы, наверное, там что-то давали проблемы. Так. Итого. Чтобы исправить эти косяки, нам их нужно будет, во-первых, разметить, а во-вторых... Волюмы 47, 12, 13, 29, 28, 48. Да, можно по-другому разметить. Так. Значит, во-первых... Для начала сделаем вот так. Уберет часть проблем. Связано с генерацией. Так. А теперь погнали по тем волям, которые у нас торчат и будут мешать технике. Это я делаю как бы для того, чтобы... Там у нас все равно венд, ничего страшного. Пу, на пуле волюм будет реагировать, а вот на контакт с техникой нет. 47, 48, да? Есть. Теперь 12, 13. 12, 13. Она 12, 13. Так. И, мать вашу... Так. 29, 28. 20, 25, 26, 26, 36, 36,33, Mississippi, 37,ำ, и 4, expected 1,50. Дальше! Дальше! Установ школы. Ну что, я тут в стенку улетел? Угу, есть еще даже клоун, видимо, слезы, которые я не считал. Такой я волю мог не досчитать. Как я делал с предыдущим зданием, когда у меня такая херня была, пришлось все сначала сделать неконтактным, а потом включать то, что нужно. То есть, написать это у всего. Ну, он вот явно в что-то вырезается, да? И нам тут ничего не видно. Вот потом выяснится, что здесь какой-то волю стоит. Такое ощущение, что это Боди-1. Он стоит сверху, почему он там мешает? Ааа, стоп. Ну, все, проверим теорию. Если это не поможет, то придется действовать по старой схеме. Кстати, надо было проверить, там, конечно, она вообще так работает. Все равно так ощущение, что это и теория не видит. Так, ладно. С образцом я уже мучился и долго копался. Сейчас мы проверим вот что. Так. Не знаю, из какой у меня записи еще хватит, а главное времени. Так, сейчас. Итого у меня осталось где-то 20 минут. Так. Вот у нас, по идее, сейчас все здесь этот сегмент деактивирован. Ну, вот, да, и сейчас ничего ванду как бы не мешает. Ну, значит, действуем как с тем зданием. Хм, чтобы не было дликов. Так, значит, начинаем северу хум. Вроде один, вроде два. Вроде один, вроде два. Тридцать, девять шесть, девять шесть, девять шесть. Тридцать, девять шесть, девять шесть. Тридцать, девять шесть. Тридцать, девять шесть. Ага, сейчас большинка наляка. Лучше вот так вот делать. Вообще, что ли, ошибка? Так. Так. Тридцать, шесть, тридцать, тридцать. Тридцать, девять шесть. Так. Девять шесть. Пятьдесят один, бессмертно. Так. Пятьдесят один. Пятьдесят два, значит, нас интересует. Так, теперь ещё какой? Семь, восемь. Шесть, семь, восемь, да? Шесть. Семь. Восемь. Семь, восемь. Шесть, девять. Пятьдесят один, где-то есть у нас. Так, а пятый тоже входит в нашу юрисдикцию. Задняя стенка. Так. Четырнадцать, одиннадцать, десять. Десять. Одиннадцать. Четырнадцать. 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 Десять. Десять. Так. Шестнадцать, семнадцать. Шестнадцать, семнадцать. Шесть, тридцать пять. Так, давайте-ка перезагрузим, посмотрим вообще, что мы там уже прошли. Какие у нас получились. Проверим на всякий случай, как у нас там техника есть. Так, ну заехала она нормально. Блин, ну раз техника есть, значит, с пехотом точно вопросов не будет. Так, сорок шесть, сорок пять. Сорок шесть, сорок пять. Сорок девять. Ничего, да? Да, ну-ка, ну-ка, все. Так, и това. Поймешь, какие там воли мы в итоге мешали и где мы находились. Так, в стенку мы в итоге въехали, тут шарап холодно. Так. Ну, это все-таки не для техники, конечно. Ну, если захотите, конечно, проедете. Да, она, по-моему, автоматически тоже через него сейчас прямой, то она точно сможет проехать. Проблема именно... Пехот у нас пока везде бегает насквозь, так как мы не сделали обстыкнули. Так, здесь она прячется, здесь прячется. Задняя стенка, значит, у нас готовка. Осталось разобраться с оставшимися. Да? Именно так. Так. Ну что ж, продолжаем возьмем с абстейками. Это уже проще. Так, значится. Это мы делаем вот так. Нам нужно смещение в любую сторону. Ну, пусть будет на 70. Вот. Ширина, это, наверное, выйдет около 40. Так, там 30 обычно. Ну, блин, игра у него не угадала ни одной буквы. Ладно. Так. Да нет, это 34, наверное. Так, ну, прям вот. Уполнись или ничего. Чуть-чуть, может быть, его к центру ближе сдвинуть. Да. Так. Вот у нас вот эта мерка. Думаю, это будет вернее. Ой, сейчас еще состыкуем с этой штукой. Здесь скажут нам вообще какие-то другое. Да, кстати, абстейкл там, наверное, пошире надо будет сделать. Ну да, такой абстейкл, все-таки, мне кажется, повернуем будет, но он все-таки скоса. Чтобы лишний раз единица туда не вваливалась, и техника просто так не заезжала. Вот. У нас любители игроки. Потыкать. Во всякое. Захотят в ручном управлении и поедут туда рулить. Не для техники она. Так. 6, 7, 9. Вот это минус уже точно. Так, отлично. С этим мы почти справились. Ладно. Так. 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 У нас тут было 4, теперь мы его в 20, соответственно, сюда нужно приманить... Сейчас, там надо было вычислить. Это же 20, а, да, тут же... 20, то есть это 80, а это 70. Ну давай, выходим в свои места. Так, ну, в общем-то и целом мы попали. И, в общем-то, даже красота. Трикл и отыгрываем. Так, так, так... Так, ну вот, у нас получится неплохо. Давайте обстейк уберем. Так, все, пехотинцы здесь встают, здесь встают, там встают. Отлично, тут убегают, тут пробежать не могут. Все, замечательно. Можно устраивать туннельный перестрел. Отлично. 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 Мы тоже проехали. Ну и, собственно, Так, бронирование, ладно, бронирование это надо делать, думать отдельно, пока тут будет действительно пасто стоять, адекватное бронирование, вполне себе. Так, что ж, надо будет сейчас проверить. Эй, алё, 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 нам так не пойдёт. Ща будем их оставлять и смотреть. Ну и ладно уж, как там получилось, так. Погнали. Ну и что, выехала. Проехала правильно, аккуратненько. Молодец, химерка. Тихо, 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 большой хардкор. Вот эта штука я не уверена, что вылезет. И никому не отмаживает. Боже. Отлично. Мы проехали уже, проблемы. Так, ну ладно, и чтобы не было совсем скучно тем, кто смотрел до конца, тут кажется есть чувачки с обновлёнными эффектами. Пилирыл между, мы что-то такое делаем. В эффекте, когда пиливаем, чтобы совсем не скучать. Кстати, страйк боеприпасы новые, но их ещё, наверное, допилим. Ну, в принципе, разница, давайте посмотрим. Эффект обычных и эффект страйков огромный. С увеличенной мощностью. Новые вспышки для хайситов. Почему-то вообще не приходит. Да, кстати, кому интересно, запоминание у меня есть. Я просто ещё не применил их, так как долго расставляю. Блин. Ну что ж, всем спасибо за внимание и пока. Субтитры сделал DimaTorzok